В преддверии Дня Защитника Отечества по всей стране, ну и конечно же в Тверской области, проходят всевозможные акции, посвященные нашим вооруженным силам, истории государства, а также патриотическому воспитанию молодежи. Одно из таких мероприятий состоялось в средней школе номер 34, столице Верхнего Лжья. Продюсерки «Центр Русь» уже давно плотно сотрудничает с Тверской областью, проводя здесь фестиваль «Русское сердце». С этого года Центр запускает новый проект. Целый марафон из картин, продемонстрированных за многие годы проведения кинофорума. Начать решили с документального фильма Ирины Сойной, посвященного Михаилу Тверскому. У нас скопилось достаточное количество фильмов, программ прошлых лет, которые можно было бы также адаптационно показать ребятам, поговорить, обсудить моменты, которые их затронули бы. Местом, где стартовал этот проект, стала средняя школа номер 34 областного центра. Это общее образовательное учреждение выбрали не случайно. Здесь всегда уделялось особое внимание патриотизму. Школе в этом году исполнилось 60 лет. И если брать первые годы, когда это было в советское время, но мы его сохранили. И во все последующие годы, и сохраним сейчас, оно у нас является приоритетным. И добавлю еще слово духовно-патриотическое. Поэтому так сложилось, что в нашей 34-й школе дается старт вот этому марафону кинофестиваля «Русское сердце». Продюсерский центр «Русь» реализует данный проект при поддержке уполномоченного по правам человека в Тверской области, а также регионального отделения Российского фонда мира. Руководитель последнего Сергей Рогозин отмечает, что сейчас такие мероприятия актуальны, как никогда. Важно то, о чем, кстати, сказал и президент в своем послании, нам не забывать наши корни, наши традиции о том, что наша страна – это действительно великое государство. Чтить, уметь его защищать, обязанность всех граждан нашей великой страны. В этот день ученики 34-й школы увидели не только документальный фильм о Михаиле Тверском, но и послушали песню креативного продюсера кинофестиваля, певицы и композитора Агнии. Снова играли по розы, не пустынки с церкви, не подарили розы, было их ровно три. Сама певица рассказывает, что песня посвящена одному из драматичных эпизодов Первой Чеченской войны – гибели в плену у боевиков нашего пограничника Евгения Родионова. Посвящено это было моему земляку Евгению Родионову, которого казнили за то, что он отказался снять крестик. Я автор-исполнитель, песня будет называться «Роза». Данный проект продюсерского центра «Рось» только набирает обороты и станет, по сути, прологом к новому кинофестивалю «Русское сердце», основным местом проведения которого традиционно будет Тверская область.